На начало урока можно предложить учащимся проблемные вопросы, связанные с предоставлением картинок, с изображением источников тока и постоянного тока. Первый слайд позволит определить раздел физики. Раздел физики – постоянный ток. Следующий слайд позволит определить тему сегодняшнего урока – источники тока. На этом этапе задается учащимся задание – обсудить в паре и определить тему урока и цели обучения. Но после того, как ученики определят тему урока и цели обучения, можно предоставить им следующий вопрос, связанный с практическим использованием постоянного тока и источников тока в быту, для того, чтобы определить первоначальные знания учащихся по этим темам. После того, как учащиеся определят тему и цели обучения, можно для уточнения предоставить следующий слайд, в котором они точно будут знать конкретные цели обучения, которые должны достигнуть они на этом уроке. Цели обучения будут связаны с двумя моментами. Первая цель обучения – это объяснить понятие ЭДС и внутреннее сопротивление. Вторая цель обучения – объяснять различия между ЭДС и падением напряжения во внешней цепи с точки зрения энергии. Также записываем в тетради тему урока «Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление». На начало урока после мозгового штурма можно провести небольшое повторение знаний по теме «Постоянный ток». Так как ученики уже в восьмом классе изучали тему «Постоянный ток», можно задать им два вопроса. Что такое электрический ток и какие условия необходимы для того, чтобы электрический ток существовал в цепи длительное время? Дать возможность сперва учащимся обсудить паре, а потом высказать свои идеи. Но для того, чтобы ученики определили верность своих высказанных гипотез, обязательно на слайдах мы должны показать четкие определения этим термином. Например, электрический ток – это упорядоченное движение заряженных частиц. В каждой среде есть свои носители тока. И для того, чтобы электрический ток существовал в электрической цепи, обязательно нужно подчеркнуть три условия. Это наличие свободных электрических зарядов, наличие обязательного электрического поля и источник электрического тока. Далее всех учащихся делим на три группы с использованием цветных стикеров. Первое задание в группе – это классифицировать картинки с изображением источников электрического тока по видам потребляемой энергии. Для этого дается флипчарт. На этом флипчарте будет заранее приготовлена таблица, состоящая из двух столбцов. Первый столбец – это источник тока. Второй столбец – это потребляемая энергия. Ученики должны определить название источника тока и вид потребляемой энергии. Для этого задания дается 10 минут. Какие картинки мы должны им предоставить? Картинки следующего вида. В качестве источников тока можно взять аккумулятор, генератор, фотоэлементы или солнечные батареи, гальванические элементы или батарейка, электрофорная машина, термоэлемент. Через 10 минут после того, как ученики выполнят, им предлагается обсудить и определить критерии дескрипторы оценивания. Предлагается только три дескриптора оценивания. Записываются эти дескрипторы оценивания на доске. Далее производим взаимооценивание. Каким образом? Для этого предлагается по кругу пустить эти флипчарты. То есть, каждая группа меняется соседней группой своим флипчартом и по дескрипторам оценивания определяет, насколько каждая группа достигла этих дескрипторов оценивания. Для этого каждая группа на флипчарте записывает свои комментарии. После того, как будет эта работа выполнена, обязательно ученикам нужно предоставить правильную версию. Например, фотоэлемент будет работать на действии света. Термоэлемент за счет нагревания спаев будет вырабатывать электрический ток. Генератор за счет механической работы. Гальванистский элемент за счет химической реакции. Аккумулятор также за счет химической реакции. Следующее задание. Предлагается учащимся выполнить проблемный эксперимент номер один. Для этого каждой группе выдается определенное оборудование, которое представляет собой три лампы по полтора вольт, источник тока, провода и ключ. Задание группам. Объяснить, почему по мере увеличения числа ламп падает напряжение на них и яркость свечения ламп, а через определенное время гаснут все лампы. Так как эта работа очень простая, можно предоставить им на выполнение три минуты, на обсуждение две минуты, и каждая группа высказывает свои гипотезы по отношению к результатам эксперимента. После того, как ученики высказают свои мысли, и учитель на этом этапе должен предоставить обязательно конструктивную обратную связь по уточнению вывода по отношению к этой первой лабораторной работе. Дальше на основе метода аналогии учитель показывает работу водонапорной башни в сравнении с гальваническим элементом. Здесь также на этом этапе можно задать следующий проблемный вопрос. «Как поддерживать башни постоянный уровень воды?» Ученикам даем возможность высказать свои идеи. После того, как они уже на основе аналогии определят условия поддержания постоянного уровня воды, здесь можно следующий вопрос задать. «Как поддерживать тогда постоянную разность цепи?» Важно ли, необходимо ли поддержки постоянной разности фаз цепи? После того, как учащиеся выдвинут свои гипотезы, учителю необходимо обязательно объяснить этот момент урока. Далее учителям уточняется следующий момент урока, связанный со сторонними силами. Здесь необходимо показать, что электрическое поле будет действовать на заряженные частицы только вдоль цепи, то есть под действием электрического тока заряженные частицы будут двигаться с положительного источника тока на отрицательный источник тока. А сторонние силы будут задействованы в разделении этих электрических зарядов внутри самого источника тока. Таким образом, вводится понятие электродвижущая сила, дается определение электродвижущей силы, дается определение сторонних сил, дальше учителям вводится понятие, что такое ЭДС, формула предоставляется и единицы измерения электродвижущей силы. На этом этапе обязательно учителю нужно глубоко раскрыть смысл электродвижущей силы и смысл сторонних сил. Далее дается понятие учителям о внутреннем сопротивлении источника тока. Получается, что в электрической цепи ток совершает работу не только на внешнем, но и внутри самого источника. Поэтому внутри самого источника тоже будет произведена работа, вследствие чего оно будет обладать неким внутренним сопротивлением. Дальше для углубления теоретических знаний предлагается выполнить практическую работу, связанную с измерением ЭДС и разности потенциалов. Цель практической работы – это выявить разницу между ЭДС и разностью потенциалов. Для этого каждой группе выдается оборудование и алгоритм выполнения. Обязательно здесь нужно акцентировать внимание на то, что после выполнения эксперимента необходимо ответить на следующие вопросы. Почему показания вольтметра различны при разомкнутой цепи и при замкнутой цепи? В каком случае мы измерили ЭДС, а в каком случае мы измерили напряжение или разность потенциалов. Далее можно здесь остановиться на обсуждении моментов, связанных с разницей между ЭДС и напряжением. На этом этапе можно завершить урок.